всем привет я евгений замятин дорогой друг это видео про рыбалку видео снято сердловской области на берегу водоема 77 озер это недалеко от невьянска сердловской области и сергей хозяин водоема большое тебе спасибо мне очень понравилось мы лично познакомились как раз на этом семинаре было очень холодно но когда ты приехал с шашлыками накрыл поляну стало гораздо теплее гораздо спасибо сергей обязательно при случае буду к тебе приезжать попроведывать тебя как дела ну и вам дорогие зрители буду рассказывать какая рыба как ловится там и трофейные всякие рыбы есть так что сергей тебе спасибо ну и конечно большое спасибо виталий львовичу медведеву мастер спорта россии чемпион россии по ловле карпа виталий львович проводит семинары практику мы участие в таких семинарах бесплатно ну надо доехать конечно это машина бензин время все понятно но само участие всегда виталий львович бескорыстно хотя человек проводит на рыбалке вот я вам просто скажу малак я знаю людей которые столько времени столько ресурсов уделяют ловли карпа вообще рыбалки не не обязательно ловли карпа зимой или там виталий львович рыбачит зимой вот я знаю или осенью там ультралайтом увлекается то есть на спине конечно ловит на вот летом или осенью когда можно ловить карпа конечно ловит карпа причем не только в россии за что виталий львович огромная благодарность потому что такая информация уникальная и эти видео эксклюзивные так что это видео называется что мы маркируем и что мы ищем когда маркируемся при ловле карпа с берега вблизи но вот полезная маленькая информация рыбацкая я буду давать буду давать такую информацию потому что мы же беседуем нам нравится рыбалка и мы должны быть эрудированными в нашем любимом увлечении или страсти так вот я вам хочу сказать что когда мы ловим рыбу мы имеем дело с таким с таким позвоночным животным у которого все-таки органы обоняния сезание чем она вообще этот мир воспринимает этих органов у рыб больше чем у человека и вот частности у рыбы есть боковая линия и поры боковой линии на голове этими этой боковой линии этими порами рыба воспринимает гидроколебания в воде и эти эту информацию воспринимает для разных целей но вот у нее есть боковая линия и поры боковой линии на голове вот чего у нас нет так что порой наш соперник рыба имеет кое-какие преимущества перед другими животными ну и так мы смотрим видео что мы маркируем и что ищем когда ловим ловим карпа с берега на коротких дистанциях а что же мы маркирим и что же мы ищем по карте водоема значит предположим рыба не проявила себя вы приехали в такое время ну не видно но вы же рыболов который все равно ведет какую-то аналитику вы приехали или в июле или в августе вы все равно обладаете какой-то первичной информацией которую вы собрали по данному водоем в общем должны понять да или надо уделить больше внимания близким местам или подальше местам в общем кто где ловил и вот здесь вот конечно же вы внимание уделяете более детально этим участкам ловля начинается только тогда когда ты уверен вот все ты для себя принял решение я отмеркли рился это идеальное место на сегодня я в него верю я на нем буду как бы работать все это время следующее золотое правило рыболовные сессии никогда не менять условия которые ты принял самом начале то есть ты тщательно маркерился и убедился вот она эта точка ловишь сутки двое еще осталось трое четверо ты такой что-то расстроился ну что-то не угадал ладно туда уйду там половлю для чего это нельзя делать ты может быть и уйдешь туда и даже может быть ты поймаешь рыбу но ты испортил свой опыт ты испортил себе шаблон формирования правильной обратной связи сбора информации негативный опыт очень важен ты сделал ошибку ты выбрал место ты до конца на нем досиди доработай как ты решил кормление такое-то подача такая-то монтажи такие-то и ты этот негативный опыт сформируешь у себя в голове и он будет у тебя чистый не получил ни одной поклевки это шикарный опыт и в следующий раз когда ты будешь опять делать аналитику мозг у тебя этот шаблон будет доставать и говорить так было такой опыт был и он чистый правильный ты там себя не обманул и я призываю вас значит не перепрыгивать и не метаться а всегда относиться к маркированию как к установке на предстоящую сессию вот это настолько важно в течение часа что мне трое суток так придется ловить и я никуда не слезу это мой выбор доработаю возьму рыбу до конца я вижу она плещется вон там в 30 метрах но это поздно и я не полезу туда и уловить я обману себя ты работу здесь провел и вот понимаете вот это доработка до самого конца заставит вас к маркированию относиться настолько что вы потом будете просто ну товарищ будет без суши так вроде как это надо забросить иди чай попей я работаю это обостряет все чувства настолько высочайшая ответственность это куча время куча средств утопленное питание вы начинаете понимать степень ответственности и вы знаете настолько это важно я с чего начал мне не повезло с погодой мне не повезло с ветром это настолько вторично вам должно повести с механизмом подхода к рыбалке место ты должен его выбирать идеально учиться выбирать идеально дорогой друг но вот сейчас ты понял да что мы ищем что маркируем что ищем когда ловим карпа на коротке какую информацию получаем большое спасибо что ты досмотрел это видео до конца и конечно я тебе призываю подписаться на канал нажать на колокольчик дело в том что у меня на канале мало кто знает ну или много кто знает но по крайней мере из новых зрителей вот и уважаемый новый зритель может и не знаешь но я теперь прям останавливаю и говорю на канале есть такие видео как инструкции готовы к применению и ну еще Продолжение следует...